Окей, Алексей, ты приехал в Эстонию? Я приехал в Эстонию на реабилитацию в селе, в села, в санаторий хороших. У нас там эстонские врачи с массажей делают, там разные. Подные процедуры, грязевые ванны, магнитотерапия и прочее. Реабилитация после участия в войне? Ну, каждый из нас, кто сейчас здесь присутствует, Эстонская сторона делает какие-то поездки, грубо говоря, для раненых бойцов и помогает реабилитироваться после сложных операций и тому подобное. А как ты попал в войну? Я лично заканчивал в военную академию, поступал еще до войны в военную академию. И, грубо говоря, когда я уже выпускался, то война уже два года как и шла. Вот так я на нее и попал. Попал служить сразу в зону боевых действий. С первого дня, грубо говоря, уехал на боевые позиции, только выпустился. Вот так было дело. Какие ты получил ранения? У меня осколочные ранения, это ног-ног, грубо говоря. Все так это осколочные. Минноврывная травма, может так называется, на профессиональном языке. А где ты воевал? На каком участке? Когда только пришел служить в Новгородской, но там ничего такого особенного. Там перед нами горловка, километр буферной зоны. А потом четыре месяца в авдейской промзоне, как мы услышали. Там довольно известное место. Сейчас, в основном, самые большие потери ведутся оттуда сейчас. И велись в данный вертон. После аэропорта это самая горячая точка, которая осталась. Скажи, пожалуйста, вам удается сдерживать какое-то наступление? Оно есть? Нет, такого наступления сейчас нам нет. Конфликт законсервировался. Это выгодно России и выгодно и нам в какой-то степени. У нас есть время подготовиться к чему-то помасштабнее, что когда-то случится. Что касается вооружений, как вы вооружены, как украинская армия вооружена по сравнению с сепаратистами? Ну, если сравнивать с 2014 годом, то вооружения у нас, грубо говоря, вообще на тот момент такого не было работоспособного. Ну, очень мало его было. Последним с сепаратистами, я думаю, одинаково. Ничего такого не отличается. Сепаратистское вооружение, там, в основном, все русское. Там, по данным, разным разведокам, около 500 танков сейчас, Т-64, у них находятся установки в РАД. Ну, грубо говоря, то же самое и у нас. Те новинки, которые разрабатываются, то и как бы не на той стадии они, чтобы массово вводиться в ГСК. Да, там, да, там, есть машины новые, такое, все равно маловато. А у вас оружие производства в какой стране? Ну, Коронаборонпром очень развитое такое предприятие. У нас очень много разработок. Недавно вот Киеве выставка была в вооружении. И, там, заказы делают у Коронаборонпрома, там, со всего мира, разные, там, страны, предприятия. Ну, наше вооружение, все наше. У нас нету ничего иностранного. Ну, то есть у нас осталось как постсоветское вооружение, так и вот сейчас новые наши, там, автоматы, там, такое все. Эти, в туры противотанков, управляемые ракеты наши, новые. Кто против вас сегодня воюет? Это профессиональные российские военные? Я понял, что просто, да. Ну, были разные периоды, то есть в этой войне. Были периоды, когда напрямую вмешивалась российская армия, это как, например, Дебальцево, Иловайск, где просто количество батальонов, которые вводились, ну, мы не могли им противостоять. У нас на тот момент не было еще тех сил и возможностей. Да, наверное, даже и сейчас не будет, даже если повторится те же самые. Ну, как бы, я знаю с разных там источников, что российских там военнослужащих, около 5 тысяч там, это именно, которые штатные, они не занимаются там именно участием в боевых действиях. Ихняя задача, основное, это снабжение идет. Снабжение, там, артиллеристы, я знаю, еще тоже есть там, слыхал. Ну, и подготовка, самое главное, инструктора. А также, ну, много, как с Россией, этих, таких гастарбайтеров называют, которые приезжают пострелять, поработать. По телевизору чеш-ш-ш-ш-ш, чекухи разные послушали. Что там, я не знаю. Ну, и самое главное, самого населения там тоже достаточно, в ихних рядах стоит. Ну, и тут проблема даже, может, в основном не в том, что там, они там за какой-то там идею стоят или что там. Проблема в том, что работают, больше это никакой нет. А там платят около 14 тысяч рублей или 12 тысяч рублей. То есть, какая-то работа есть, и люди идут, реально идут, не задумываясь о последствиях. Какая ситуация. Ну, примерно, если взять 30 тысяч, их там стоит, вот армия ДНР, да. Ну, можно взять, что 5 тысяч, еще сверху можно русских накинуть. Такая ситуация. А считаете ли вы потери, вот, с обеих сторон? Ну, я знаю, именно за наших, каждый погибший солдат, есть сайт в Украине, там книга памяти называется, и там каждый погибший солдат. Там, на данный момент, я не помню, если не соврать, около 3 тысяч, если я не ошибаюсь. Ну, что-то до 3 тысяч сейчас. Там книга памяти, и, ну, это реальная статистика, нету никакого, это не уранье. Там, то, что говорят, там, в России говорят, Дебальцево там погибло 5 тысяч человек, 6 тысяч человек, да, это чепутня, все. Каждый погибший, у нас все, каждый, кто погибал, вот, даже на моем, на моей жизни, никого, чтобы, ну, все есть в книге памяти, то есть, не было такого, чтобы кого-то забыли. То есть... А военнопленных сколько, много? Ну, это я не знаю, я, на моем, на моей жизни есть, что мы одного захватили, и то он сам ко мне пришел, он водки выпил, перепутал направление, пьяный гражданке так и пришел с какого-то клуба, это было как раз под горло, да он, по-моему, до сих пор сидит в тюрьме, и его не поменяли. А так я не знаю, что там, не владею такой информацией. Тут был очень, ну, такой громкий случай, когда российский военнослужащий попал в плен, и его мать приехала... Агеев, да. Вот что ты думаешь, что с ним надо делать, как с ним поступить? Не знаю, самое главное, это надо высветлить на весь мир, что просто много ошибок допускали в 2014 году, когда их сразу обменивали, а брали в плен, вот, даже под Иловайском и Дебайсом, брали по 15 человек сразу, целыми группами брали в плен. И видео сейчас в интернетах даже есть, еще пооставались, то есть, ну, этого никто официально не документировал. Не знаю, но главное высветлить на весь мир, чтобы видели, потому что происходит. Это же даже не первый случай, был случай под Мариуполем, когда вот это не Агеев был под Мариуполем, не помню, там два их последних, что взяли вот это, мы с русскими. Но сейчас уже вроде как власть в России не отрицает, что там есть военные, российские. Да? Да нет, никогда не признают этого. Официально никто не признает. Это за Крым они сейчас не отрицают, сначала они говорили, типа там никого нету с наших, сейчас уже не отрицают, это была операция, когда-то лет через 15 скажут, что в Донецке была операция, защита русского населения, русскоязычного. Хотя реально, блин, ну, я сам, у меня отец с России, я в России раньше до этого часто бывал, у меня на районе русская школа, другое говоря, вот две украинских и одна полностью русскоговорящая, там, я там, не знаю, половину терминов не знаю, там, как там будет на русском, там, математика или украина, ну, еще каких-то языках, ну, и говорить о каком-то ущемлении языка, блин, это вообще смешно даже, блин, то же самое во Львове, там, и на русском общайся, говоришь, что хочешь, блин, никто никогда ничего не упрекет. Как ты считаешь, вот власти украинские все делают для того, чтобы... Ну, это вообще отдельная тема, я не хочу даже это, мне просто берет злость, блин, когда слышишь за украинские власти, блин, это не наша власть, наша власть, блин, вот, народ, наша власть. Я говорю, что, там, сегодня такое, за революцию, что спрашивали, революция еще не окончена, как-то, революция будет окончена, когда начнется какой-то прогресс, хотя бы, вот, в Эстонии. Сейчас мы только так разогреваемся еще. То есть, именно люди, которые жертвуют деньги свои, да, там, помогают вам, вот это и есть реальная поддержка, да? Не, ну, как бы, в страны власти тоже поддержка, если бюджет какой-то есть в армии, но все равно. Просто... Ты не жалеешь, что ты воевал? Конечно, нет, я же не за власть свою воюю. Никто не идет в бой, думая о Порошенке или еще о ком-то там. Таких даже мыслей не существует, блин. Или об олигархах? Ну, конечно, блин. Мне вообще, блин, честно, мягко говоря, насрать на них, блин. Сегодня мы пошли там, завтра в Киев, блин. То есть, ты думаешь, что вот те, кто сегодня воюют, они потом станут участниками протестных акций и будущей властью? Не знаю. Ну, на протестные акции разные люди идут, причем здесь ты воеваешь, не будешь. Просто те люди, которые воевали, у них уже меньше страха. И когда тебе там угрожают какими-то там загонами милиции, там, как сейчас в Киеве, то есть, если власть думает, что она может себя ограничить какими-то там 10-ми тысячами полицейских, окружиться там, этого не будет. Ну, 14-й год, вы сами видели, что она случилась. А сейчас уже третий Майдан как бы назревает, да? А то пока еще так, а то чисто, блин, собрались пивка выпить, блин. Ну, ты думаешь, что будет революция, да, еще? Очень серьезная. Если ничего не начнет сменяться, как вот эти, Порошенко сейчас начнет продолжать в том же самом духе, как и идет, то есть, конечно, будет. У нас не такой народ, который будет молчать, если там нам не нравится. История последних лет это ярко доказывает. Более сейчас все еще на этом, ну, духе, энтузиазме, ну, как вот началось, вот оно сейчас, я думаю, так и продолжает. А есть ли сегодня недостаток в военнослужащих, вот, которые воюют? Ну, да, конечно. В армию люди требуются. Так везде, в Эстонии тоже всего 5000 человек служат. У нас, блин, в бригадах больше, чем в Эстонии, блин. Ну, вы пока справляетесь, да? Не, ну, в плане, чтобы недостатка, то хватает людей. В плане, недостаток в том, что по штату людей еще положено тут. Ага. Ну, там, бригада, там, например, 5000 человек должно быть, да, там, есть. Намного меньше сейчас, но. Ты профессиональный военный, после... Я в Академию заканчивал. ...реабилитации ты намерен снова вернуться в строй и снова воевать? Ну, конечно. У меня сейчас находится в зоне боевых действий постоянно. У нас там пункт постоянно дислоказ. Угу. То есть, скажем так, боевой дух, он очень силен, крепок и... Не, ну, я сейчас ощущение другой уже и занимаюсь должностью меня чуть полегче, чем было раньше, допустим. Не то, что там сейчас опять побегу в окопы. Угу. Еще куда-то. Ну, вернусь по-любому возрождаться. Угу. А как твои родители к этому относятся? Да, отлично относятся. У меня отец русский, именно, и так, блин. Ну, по-любому, за Украину, блин. Угу. Угу. Спасибо. За это время. Пожалуйста.